Первая попытка у житомирских бизуанов. Они атакуют. И давайте поддержим команду на падение. К сожалению, неудачно был отброшен мяч назад. И его не принял главный разыгрывающий в адресанском футболе. Это называется Квадор Бэк. И, к сожалению, бизуаны теряют несколько ядов. Главный рефери Ребеневский Максим показывает, что мяч забирает в зачетную зону бизонов. Это называется safety, который оценивается в два очка. И по правилам в мире американский футбол, если мяч после отброса попадает в зачетную зону команды, которая атакует в данном случае житомирских бизонов, то орлы набирают два очка. Такой набор очков означает, что команда, которая атаковала, команда, которая нападает, сама зашла в свою зачетную зону. В американском футболе это называется safety. И таким образом в счет матча становится 0-2 в пользу орлов. Выносная комбинация. 23 жмана – это хорошая пробежка игрока в сторону зачетной зоны бизонов. Проглашается атака золбоновских орлов. У орлов вторая попытка. Им необходимо пройтиться к турбое. Напомню, что по правилам игры, в каждой команде, которая владеет мячом, в данном случае с золбоновским орлом, дается 4 попытки, 4 розыгрыша, 4 возможности пронести мяч вперед и пересечь минимум центр поля. Вот прессором оказался, который проходит в центр поля и набирает необходимое количество ядов для того, чтобы продолжить атаковать уже на половине поля житомирских бизонов. Мяч останавливается на отметке в 10 ядов от зачетной зоны житомирских бизонов. И очень-очень надо команде защиты из города Житомир остановить атаку своих соперников. А болельщикам команды бизонов надо поддержать защиту. Биговая комбинация, 24 номер с мячом забегает в зачетную зону и орбиты показывают, что это тачдаун. Игрок с мячом забегает в зачетку, в американском футболе это наступится тачдаун и оценивается в 6 очков. Таким образом, счет матча становится 0-8 в пользу команду Орлу. Итак, после того, как команда занесла дачдаун, ей дается право на реализацию. Сейчас будет попытка заработать еще 2 очка. Если Орлы смогут занести опять мяч в зачетную зону, то они заработают 2 очка. Пасовая комбинация и не перебрасывает в ТТП своего принимающего. Еще 2 очка не зарабатывают Орлы. Но счет в матче 0-8 в пользу Орлов. После того, как команда занесла дачдаун и разыграла реализацию, право на антагу переходит команде соперников. И теперь уже с мячом будут Житоновские и Бизоны. И у них будет 4 попытки для того, чтобы пройти первую половину поля и еще 4 попытки для того, чтобы занести мяч в зачетную зону с Долгуновских Орлов. Ну а мы, болельщики Житоновских и Бизонов, давайте поддержим команду на потере! Выносная комбинация по центру. Выборка 2-2 на 21 номер. И выталкивают игрока с мячом практически около линии центра поля. Неплохая выносная комбинация. Давайте поаплодируем на мать нападения Бизонов. Вторая попытка у Бизонов и порядка 3-х ядов необходимо им пройти для того, чтобы пересечь центр поля и получить право на следующие 4 попытки для того, чтобы занести мяч в зачетную зону. Еще одна выносная комбинация. Широкий бег, проняет мяч игрок. Мяч выкатывается за пределы поля. Безрезультативно оказывается вторая попытка для команды нападения Бизонов. И сейчас на табличке, которая находится на противоположном центре 2-м конце поля, появилась цифра 3, которая означает, что Бизоны играют предпоследнюю третью попытку и необходимо пройти порядка 3-х ядов. Помнишь, что один яд – это чуть меньше одного метра, а именно 91 сантиметр. И всего-то 3 ядов надо пройти Бизонов за 2 попытки. Ну а мы, болельщики, давайте поддержим команду нападения. Безрезультативно оказывается, что Бизонов за 1-й раунд и продолжается атака. Уже на половине Бизоновских троллок мяч устанавливается на их половине. И у Бизонов будет еще 4 попытки для того, чтобы занести мяч в зачетную зону. Но она болельщикам остается придерживать и отвечать за командовое нападение Женовевских Бизонов. Безон! 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 Б нападение ненадлежащим образом придерживал игрока защиты. Другое нарушение штрафуется 10 ядами и линия атаки жидановских бизонов отодвигается назад на 10 ядов. И теперь до зачетной зоны бизонам необходимо пройти гораздо больше ядов, чем это было до этого нарушения. Поэтому, парень, давайте все вместе дружно поддержим команду нападения бизона! Еще одна подростная операция, но тут уже на месте защита на месте защита Орлов 24-й номер ставит второй шиблок в центре пуля и не дает пройти неякостям соперников. Вторая попытка у команды нападения бизонов и до зачетной зоны необходимо пройти чуть больше половины поля. Задача сложная, но выполнимая только при поддержке болельщиков жидановских бизонов. Дальний пар пройдет в зачетную зону и, к сожалению, 18-й номер, принимающий игрок бизонов не сумел зафиксировать мяч рукав. Это непринятый пас и безрезультативной оказывается еще одна попытка у команды нападения. «Бизоны» и «Бизоны» 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 Первый номер уходит от захватов и переносит своей команде около 10 ягодов. Отличная работа первого номера Герасимчуга Летария. Ну что, у Бизона последняя четвертая попытка и необходимо пройти половину поля для того, чтобы занести мяч за черную зону. Поэтому, болельщики, давайте все вместе, дружно, максимально громко поддержим обладение Бизона. Напоминаю, что команда играет первую четверть. Только началась игра и с мячом Бизона последняя. Последняя четвертая попытка. Очень надо заносить мяч за черную зону. Неточный пас. К сожалению, непринятый мяч. И за четыре попытки Бизоны не заносят мяч за черную зону. И по правилам, у меня кариканский футбол. Это означает, что право на атаку переходит команде соперника. Ла Брехов и Репьевский Макси фиксируют нарушение право со стороны Золбудновских Орлов. Нарушение называется вторжение. Один из игроков защиты пересек линию розыгрыша до того момента, как был сборен мяч от газона. Такое нарушение штрафуется пятью ярдами. И житомирские Бизоны будут переигрывать свою последнюю четвертую попытку. И у них будет еще одна возможность для того, чтобы занести мяч за черную зону. Я просто хотел услышать максимально бурные аплодисменты и Брехов и Репьевский Макси фиксируют за черную зону. И не фиксируют мяч в руках принимающие. К сожалению, для Бизонов это непринятый пас. И по правилам игры в американский футбол, если команда за четыре попытки, находясь на половине поля соперника, не заносит мяч за черную зону, то право на атаку переходит команде соперника. И они будут наказать с центра своей половины поля с мячом Орлы из города Столбун. Поэтому, болельщики, и те, кто приехал поддержать команду Орлов, поддержите команду нападения. А кто за защиту Бизонов? Отличная игра защиты Бизонов. Игрок защиты собирал в ноги. Игрок с мячом на ней не дал пройти более питьяно. Аплодисменты в защите Бизонов. Вторая попытка у Орлов. В предыдущем розыгрыше они набрали максимум два яда. И продолжается их атака. Опять под брызгом бутербэк. И опять в ноги шикарно играет защитник третий номер. Блестящая работа Калича Владислава, который остановил эту комбинацию. Но желтый флаг на поле нарушения правила. Слово главного ряда сегодняшнего матча. Напомним, что это арбитр Ребенецкий Максим, который единственный сегодня на поле, который будет принимать решения по всем игровым моментам. И его желтый флаг означает, что одна из команд нарушила правила во время этого розыгрыша. Сейчас встречается арбитр с командой Бизонов и слово Максима. Главное флаг инфицирует нарушение права со стороны Орлов. Нарушение называется Холкин. Один из игроков на падение ненадлежащим образом придерживал игрока защиты Бизонов. И аж нажимали команду на 5-7 ярдов. Так называемое половине расстояния до за черной зоны. Будут переигрывать вторую попытку Орлы. И опять сорок третий номер. Опять обезьянного по правой части поля. И опять блестящая работа защиты Бизонов. Восстанавливаем эту ненадлежную операцию. И не отпускает своих советников на свою половину воли. Аплодисменты. Аплодисменты защиты. Ну что, у Орлов третья предпоследняя попытка. И им необходимо пройти за линию центра поля. Для того, чтобы получить еще права ночи. Попытки. Хорошая дальняя пасовая комбинация. Очень хорошо был выброшен мяч Ватербэгом. Красивый полет мяча. Но не успевает принимающий задиксировать и добинать мяч. Поэтому безрежутативно оказывается, видите, только последняя попытка у Орлов. Но я напомню, что в начале поля находится столик с листовками. Где можно, взяв листовку, записаться в детскую и взрослую команду по американскому футболу «Житомирские бизоны». Поэтому все желающие, кто хочет принять участие и начать играть в американский футбол, подходит, берем листовки и записывается в команду «Житомирские бизоны». Еще одна беговая комбинация. И арбитры показывают, что противного расстояния недостаточно. Отстояли бизоны целой территории. За четыре попытки Орлов не сумели пройти половину поля. По правилам игры «Браво» на атаку переходит «Житомирские бизоны». Ваши аплодисменты. Также генеральным спонсором в сегодняшнем матче является «Марежа» в магазине «Убервиль». Компания, ассортимент, какой-то гибридный, как для друзей. Сервис Поваров и Дугожного. Спонсор гардного настроя. Краще для кращих. Цель «Бирвиль». Итак, начинается атака бизонов. Первая попытка. Давайте поддержим нападение, болельщики. Я не слышу. Город «Житомир». Двуховцы. И только третий игрок защиты Орлов сумел восстановить дворбэка первого номера Герасимчука Виталия. Прошел Виталий с мячом около двух, может быть, трех ядов. Нужно набрать еще около пятнадцати для того, чтобы пройти центр поля, получить право на следующие четыре попытки, получить право на следующие четыре розыгрыша. И все-таки завести мяч в зачетную зону. Ну а мы, болельщики Бизонов, будем поддерживать команду нападения «Зландо Житоны». Пассовая координация и, к сожалению, не фиксирует мяч в руках, принимающих Бизонов. Не набирают ярды после второй попытки команда в красно-белой форме. И на табличке, которая находится на противоположном центральной трибуке центр поля, появляется цифра три, которая означает, что у Бизонов предпоследняя третья попытка, и им необходимо пройти центр поля. Задача сложная, но выполнима только при поддержке болельщиков в житландии Бизонов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Руслан прошел сквозь всю защиту от команды соперника, набрал необходимое количество ярдов, и продолжается атака Бизонов уже на половине поля Орлов. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно же, еще раз и еще раз ваши максимально бурные и громкие бодисперии команды на победе Орлов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще одна бонусная комбинация, и достаточно жестко встречает защитники Орлов игрока с мячом под номером 24 уже номерских бизонов и не набирают ярды после первой полтурки бизоны хорошая, я вам уже сказал, отличная работа защиты орлов из города Столбунов ну что, болельщики а кто сегодня приехал поддержать Столбуновских орлов, давайте поаплодируем вторая попытка смягчем игроке в красно-белой форме первый номер смягчем и останавливаем его защитники орлов не дают пройти более чем 5 ядов давайте еще раз поаплодируем хорошей работе защиты орлов из города Столбунов защитник сначала прорвался сквозь линию нападения только после того, как он видел, что нету рядом игрока с мячом из команды бизонов он вернулся обратно еще так и успел его запланировать а теперь время третья, предпоследняя попытка у бизонов порядка 10 ядов необходимо пройти команде нападения для того, чтобы заработать дождало мы, болельщики, давайте поддержим нападение бизона 24-й, 0-й, 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 0-й мяч после контакта с землей то тогда броняное расстояние будет защитываться если он выронил мяч да, главный лекарь показывает, что был переплачен мяч команды орлов это означает, что игрок с мячом выронил так называемый живой мяч его можно было подбирать и его подобрали игроки команды из города Солбунов и по правилам закрыт американский футбол в таком случае право на атаку переходит в команде в темно-синей форме теперь у них право на атаку теперь у них первая попытка и им необходимо пройти за 4 розыгрыша в центр более поэтому болельщики из Солбуновских орлов поддерживает нападение по степени без прикрытия 24 номер набирает порядка 15 ядов неплохая борьбежка игрок с мячом для них стерчук Михаил набирает в своей команде достаточных ядов и приближает линию атаки к центру боли аплодисменты 24 номеру и драгу у Солбуновских орлов на табличке цифра 2 Означает, что вторая попытка у «Орлов» и порядка 2 ядов необходимо пройти до центра поля. Под прессером «Ватербэк» бежит самостоятельно, пересекает центр поля и набирает необходимое количество ядов. Ваши аплодисменты 18-му номеру «Ватербэку» с «Болгоновских Орлов». «Безоны! Безоны! 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 Безоны!» Мяч для «Орлов» устанавливается уже на половине поля команды «Житомирских Безонов». И порядка 20 ядов необходимо пройти «Орлов», для того чтобы снести мяч в зачетку. Ну а затем «Безонам» надо, чтобы это не стало, не пустить соперника в свою зачетку. «Зону» надо атаковать и прессерковать. «Путербэка» – хороший клок. Ставит 80-й номер и останавливает выносную координацию. Но «Орлы» проходят более 10 ядов. Напомню, что до 50-м номером у «Безонов» играют «Личинские Безалии». Вторая попытка у «Орлов» и до зачетной зоны необходимо пройти всего 5 ядов. И этих 5 ядов надо отстоять «Житомирским Безонам» в поддержку команды «Зачины» города «Житомир». А кто за нападение «Орлов» и «Орлов»? Выносная комбинация за 24-й номер забегает в зачетную зону. Главные рефоры «Лебенецкий Максим» поднимают обе руки вверх. Это значит, что «Орлы» зарабатывают тачдаун 6 ядов. По правилам нарыва американских футболокусов, когда команда занесла дэш-даун и ее создавала на реализацию, напомню, что дэш-даун наценивается в 6 очков, а реализация в 2 очка. Напомню, что для того, чтобы заработать 2 очка во время реализации, надо разыграть стандартную координацию и попытаться замести мяч в зачетную зону команды соперника. Пасовая комбинация, без проблем, опять 24-й номер, принимающий фиксирует мяч в руках. Главный рэп у Неберницкий Максим поднимает его до руки вверх и это означает, что Орлы зарабатывают еще 2 очка и счет в матче становится 0-16. В пользу Сголбуновских Орлов. Также напомним, что после того, как команда занесла дэш-даун и сыграла реализацию, она отберет мяч команде соперника. И сейчас мячом Житомирский эпизода. Не надо уже начинать отыгрываться команде из города Житомир, но нам, болельщикам эпизода, надо поддержать команду нападения. Базовая комбинация, точно руки принимающему фиксирует мяч в руках. Базовая комбинация, в 21-й номер цепей, как Руслан. И проходят для своей команды около 15 ярлов. Отличная работа команды нападения бизонов. Еще раз напоминаю, что в начале поля находится столик, возле которого стоит стенд Житомирских Бизонов. На столе находятся листовки. Для всех желающих, для тех, кто хочет присоединиться к взрослой или детской команде Житомирских Бизонов, противника берите листовки и записывайтесь в команду Житомирских Бизонов. Продолжается атака команды в белокрасной форме. В порядке трех ярлов у меня приняло пройти для того, чтобы пересечь центр поля. Обманная комбинация, точный пас, руки не сядут в номер. Противного настроения достаточно. Бизоны пересекают центр поля. Получает гербердон. Продолжается атака Бизона. Я напоминаю, что спонсор сегодняшнего матча – это мережа магазина «Первик». Компания, ассортимент такой, подібранный, как для друзей. Сервис с повагом для каждого. Спонсор гарного настроя. Кращий для кращих – это «Первик». Первая попытка практически с центра поля. Да, и четыре попытки будут у Бизона, потому что прозанести мед за счет. 21 номер. Набираем около трех ярлов. Напомню, что под 21 номером у Бизона сыграет циканинка Руслан. И продолжается атака команды из города Житоми. Аплодисменты «Первик». За футболку совершил заклад 24 номер. Желтого филаграфа нету. Все в рамках правил. И останавливается атака команды нападения после того, как Бизон уничтожился на двух ярдах. На табличке цифра 3, которая означает, что у Бизона предпоследняя третья попытка. И за счет Бизоны необходимо прийти порядка 15 ярдов. Задача сложная, но выполнима только при поддержке болельщиков Бизона. Остановка розыгрыша. Желтый флаг. Был выброшен главный референд. И сейчас Эльбинецкий Максим озвучит, какая команда нарушает. Главное референдую нарушение правил жолковских Бизонов. Нарушение называется бойстарт. Один из игроков, словно падения, отронулся с места до того момента, в угольный отмяч от Бизона. Такое нарушение штрафуется пятью жолковских Бизонов назад. отодвигая линию атаки и желтопольских бизонов назад. Таким образом, задача для бизонов усложняется, и до зачетной зоны, так видимо, пройти 20 ягод. Переволосил в атопе своего принимающего, и без результативной оказывается третья предпоследняя попытка. На табличке цифра 4 означает, что у бизонов последняя четвертая попытка и 20 ягод, и надо пройти для того, чтобы занести именцию в четвертую зону, но мы в ближайшем ради поддержки команды нападения. Не точно был выброшен пас квадербэком, отстояли свою зачетную зону команда защиты Орлов из города Сдолбунов. За 4 попытки бизоны не набрали ядов, не зашли с мячом в зачетную зону команды соперника, и по правилам уже американский футбол право на окапу приходит Сдолбунов. Снимаю вам ваши аплодисменты в команде нападения Орлов. Первая попытка у Орлов. Первая попытка у Орлов. Комбинансы уходят от захвата в 43 номер и достаточно жестко встречают его защитники Бизонов. Максимум 2 яда набирают Орлов после первой попытки. Напомню, что вот 43 номером у Орлов играет Дакс Николаев на позиции рейнбэка, а это позиция, по-другому говоря, быстрого и крепкого игрока, который будет нести мяч вперед сквозь всю защиту команды соперника. Вторая попытка у Орлов. Пассовая комбинация точно в руки принимающего блестящая ловля игрока под номером 12, который фиксирует меня из-за черной зоны и орбитра фиксирует тачдаун Орлов. Отличная игра Мазур Андрей, 12 номер, принимающий Орлов, приносит своей команде еще один тачдаун. Попнишь, что на американском футболе тачдаун оценивается в 6 очков. После того, как команда занесла тачдаун, не дается право на реализацию. Если реализация будет успешна, то команда заработает 2 очка, а если нет, то очки команда не заработает. Это так попытка реализации у команды из Долгоновской Орлы. Квальтербекшен обстоятельно пошел вперед и орбитры фиксируют успешную реализацию. Еще 2 очка зарабатывают Орлы. Таким образом, счет в матче становится 0-24 в пользу Долгоновских Орлов. Долгонов. Бейзона! 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 Гайзона! Бейзона! Отличная игра второго номера. Отличный перевернчик в Украине, Морковьева Владимировна. И желтый флаг выгасывает арбитр. Нарушение правил фиксирует ретенецкий Максим. И сейчас мы узнаем, какая из команды нарушают и засчитают ли этот прием мяча арбитры с поводу главного реферия сегодняшнего матча религиозного пассива. Главный реферия показывает отмену нарушения правил. Все было четко, поэтому мы будем на расстоянии достаточно. Конечно, для того, чтобы команда Бизонне представляет, из-за новой попытки прошло больше половины поля и получила право еще на четыре попытки, для того, чтобы прийти на расстояние 10 январь и занести до ждал. Прежде бизонеров все вместе за Бизона! Бизонне! 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 Бурланова! 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 После того, как команда занесла тачдаун и дается право на реализацию, если еще раз игрок с Мишом забежит за счет Мизона, команда западает еще 2 очка, болезненько поддерживая нападение Мизона. Первый номер Виталии, первый номер на позиции Клодерпека. В следующей команде еще 2 очка и так еще в матче становился уже 8-24 и все еще можно отыграться. Давайте поддержим еще раз и еще раз команду. Красно-белый, твердый, это же Клодерпека и Бизоны. Конечно, непросто им играть с таким отрывом в счете. Сильный соперник сегодня достался Бизона. Напомню, что Золгуновские Орлы очень крепкая и мощная команда, хорошо играет как защита для них нападения. Поэтому очень и очень непросто сегодня играется в команде Бизона. И, конечно же, я бы хотел, давайте поаплодируем Орла, Безбурат Азолгунов за хорошую игру, за достойный американский футбол. Безбурат Азолгунов. Мяч для Орлов устанавливается уже на половине поля Бизона. И у Орлов будет 4 попытки для того, чтобы занести мяч в зачетную зону команды соперника. Поэтому те, кто приехал поддержать Орлов, поаплодируя в команде нападения, а кто за защиту? Бизона, Безбурат Азолгунов. И вот отличная работа защиты. 22 номер, и групп Бизонов захватывает левика с мячом на линии розыгрыша. И сторожок Ярослав, и групп Бизонов останавливает, на сколько гадаться у Орлов, ваши аплодисменты защиты Бизонов. Продолжается атака Орлов. Орлов будет вынужден выбрасывать быстрый пас и точно в руки принимающего попадает мяч. И что скажут арбитры, было ли ловля в пределах поля, либо мяч уже был зафиксирован за пределами поля. Аплодисменты показывают, что мяч был зафиксирован за пределами поля. Поэтому для Орлов эта попытка и пройденное расстояние не засчитывается. Не набирают ярдые Орлы и будут играть следующую, третью попытку. Ну а Бизону надо, чтобы это не стало остановить атаку, напомню, что даже в защите команда Бизоны может перехватить мяч и занести мяч в зачетку. Поэтому давайте поддержим защиту Бизона. Водостная комбинация, хороший ветровый 24 номера игрока Орлов. И практически у самой линии гол-лайн, у самой зачетки будет установлен мяч для команды нападения Орлов. Считанные миллиметры надо пройти Орлов, чтобы занести мяч в зачетную зону. И, конечно же, эти миллиметры надо отстоять Бизону и не пустить команду соперника в свою зачетную зону. Напомню, что у Орлов последняя четвертая попытка. И надо, надо Бизону. Бизону! 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 Благодаря, Трибану, заочетание, дети, ждали, спасибо за предупреждение. Бизону! 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 Отличная игра, спасибо, друзья! За стране его на свою операцию. Вот на блестящего академы, студенты Бизону! 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 И продолжаются отравки команды из города Житомир. Продолжают атаковать Бизона. Напомню, что генеральным спонсором сегодняшнего мача является мережа в магазине у первых. Компания – асортиментный бой, ONY, как для друзей. Сервис «Сполагаю Духожного», спонсор «Гарного настроя», «Кращи» для «Кращи», «ЦМБРВ»! Итак, подходит к концу первая половина матча, два в начале поля, там где вход раздает, будет проводиться конкурс для маленьких болельщиков со сладкими подарками. Большая команда фиксирует мяч, когда фактически у зачетной зоны. И теперь у Бизона я купил пройти порядка нескольких сантиметров для того, чтобы занести мяч в зачетную зону. Давайте еще раз поддержим команду нападения в зону! Трибуна вылечит, давайте все вместе будем болеть и поддерживать команду нападения и отвечать «Бизонны!» «Бизоны! Бизоны! 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 Попытка реализации. Если игрок с мячом пересечет линию в засчетную зону соперника, то команда заработает еще два очка. Пас и, к сожалению, перебрасывает БДП своих принимающих. Но счет в матче становится 14-24 в пользу Орлов из города Золбунов. Но по негонку приближаются соперники из города Житомир к Орлам. И сейчас подходит к концу первая половина матча. Напомню, что в начале поля, как заведите на саден, будут проводиться конкурсы для наших маленьких, для детишек, говорящих от команды Бизонов и победителям будут вручать сладкие подарки. Поэтому родители подходите в начало поля на вход к стадиону. Подводите своих детей и получайте сладкие призы и подарки от команды Житомирские Бизоны. Тем временем с мячом Орлы, первая попытка, дальний пас, зачетку практически был выброшен мяч. Но сбивают мяч в полете защитники. И немного расстроены игроки защиты Бизонов, так как если бы они перебатили мяч, то право на отапу перешло бы их команде. Во время этого розыгрыша был выброшен желтый флаг. Нарушение права фиксировать главный эфир сегодняшнего матча Леденевский Максим. И сейчас мы узнаем, какая из команд нарушает слово главному рефери сегодняшнего матча. Главный рефери фиксирует нарушение права со стороны Орлов, отобегает их линию атаки на половину расстояния розучекная зона. Один из игроков нападение не надлежащим образом блокировал игрока защиты. Поэтому задача для Орлов немного усложняется. Все это дело и пробивается, все другое хорошо пробивает игрока защиты Бизона. Ваши аплодисменты 43-му номеру и вверху команды нападения Золбоновских Орлов. Тайм-аут берут Орлы. Напомню, что тайм-аут продлится одну минуту. И на это время одна минута отдыха для обеих команд. Также напомню, что на входе, на входе на стадион находится столик, который в листовке для всех желающих попробовать свои силы и попытаться играть в американский футбол, как и для игроков-взрослых, как и для детей. Проводится набор в команду Жуковского и Бизона. Программа, все желающие, берите листовки и приходите в команду Бизона и пробуйте играть в этот замечательный вид спорта, американский футбол. Подходит к концу первая половина сегодняшнего матча. С мячом Орлы. Погнали, вторая попытка. И порядка четырех ядов не будем пройти, для того, чтобы пересечь центр поля и получить право на следующие четыре попытки. Под пересеком футбол, как лично, его прокатались блокировать без зоны и выходит за пределы поля игроков-взмеченной. Сейчас мы знаем, достаточно ли для прохождения центра поля Орбитр, помощник главного реферни становится перед... Да, становится перед медией центра поля. Это означает, что пройденного расстояния Орлов недостаточно, чтобы получить первый даун. Орлы будет играть третью, предпоследнюю попытку. Порядка одного ядов не будем пройти, для того, чтобы продолжить атаковать и получить право на следующие четыре попытки. И с мячом Орлы, сорок третий номер, блестящая прокатка по центру поля, игрока с мячом по номерам сорок три. Это Дальц Николаев, набирает из своей команды первый даун и продолжается атака Орлов. Конечно же, Женомерским бизонам надо, чтобы Данислава остановить атаку. Поэтому мы сейчас играть и поддержим команду в защите Женомерских бизонов. А кто за наводнение из Голгуновских Орлов? Отлично защищается бизон, не дает пройти более четырех ядов и останавливается выносная кофе нация по центру. Главное астроперебенецкий Максим поднимает мяч вверх, это означает, что подошла к концу первая половина сегодняшнего матча. Счет в игре 14-24 в пользу Слубоновских Орлов. Команды уходят на перерыв, который продлится 15 минут. И всех родителей, которые пришли на поле со своими детишками, подходите в начало, на вход на стадион, там будут проходить конкурсы и викторины для маленьких болельщиков команды визоны. А победителям и участникам будут вручать сладкие подарки. Ну что, перерыв 15 минут.